Встреча с Николаевом Встреча с Николаевом Встреча с Николаевым Встреча с Николаевом Встреча с Николаевым Она подошла уже к городу и часть ее свернула к Бердянску, заняв Бердянский аэропорт. Таким образом заблокировал город, потому что сам по себе город находится на косе. Аэропорт по сути прижимает его к этой косе. В Мариуполе идет жесткий штурм города. Я так понимаю, сегодняшняя ночь для Мариуполя будет очень и очень тяжелой. Город обстреливают, идут стрелковые бои, идет обмен артиллерийскими ударами. То есть сегодня Мариуполь переживает свой судный день. Дай бог к концу основные события там закончатся. Хотя лично мне, с учетом той подготовки, которую произвели азовцы на заводе Азовсталь, кажется, что за один день там не управятся. Тем не менее, российская группировка из Крыма и вооруженные силы Донбасса объединились и уже составляют один единый фронт. Также пока нет сообщений о том, что ДНР взяло волноваху, но я так понимаю, это вопрос уже следующего дня. Идем севернее. Северодонецк-Лесичанск. Пока он под контролем ВСУ. Группировка, которая наступает из Харькова, как я и предполагал, здесь шли упорные бои. И в течение всего дня бои за Балаклею шли очень и очень серьезные. Не исключено, что некоторые части пошли вперед на перерезание от путей отступления украинской группировки. Но пока о них никто ничего не сообщал. Харьков пока обложен. Там идут серьезные столкновения. Стрельба идет целый день. И на сейчас, пока на 23.00 тоже идет стрельба. По Сумаме буквально только что сделал отдельное расследование, потому что в Сумах сегодня случилось очень странное событие. Город ни с того ни с сего после объявления воздушной тревоги обстреляли неизвестными системами. Официально было заявлено, что обстреляли из российских градов. Но на месте обстрела был почему-то обнаружен хвостовик 120-мм мины. И в рамках своего расследования, ссылку на который дам текст в строке под видео, я показал, что это очень похоже на та же самая технология, которая использовалась националистами на Донбассе, так называемые блуждающие минометы. Главной целью которой было побудить жителей города активнее помогать так называемой территориальной обороны, которая и состоит из украинских националистов, местного в основном пошива. А еще я хотел бы отметить, что сегодня в Сумах по сути начался настоящий беспредел. Были открыты все оружейки, и сегодня мой лично знакомый пошел в оружейку Ортяге, и видел, стоят без охраны, без ничего, целые ящики, автоматы калашников в масле, цинки с патронами по тысяче штук. Бери, тащи, сколько душе влезет. И вот эти все оружейки тоже отворила так называемая территориальная оборона города Сум. И сегодня этим оружием вооружается сумской криминалитет. Что они устроят на улицах моего родного города, честно говоря, даже себе представить не могу. То есть, как я считаю, территориальная оборона города Сум – это самые настоящие преступники, которые хотят, чтобы в городе началось кровавое месиво, которое потом, естественно, попадет на обложки западных изданий. Ну и также идет сообщение, что из Черниговской и Сумской области российская группировка постепенно разворачивается и движется, в первую очередь по направлению Киеву, ну и далее пытается занять всю остальную территорию Восточной Украины, чтобы через несколько дней выйти на линию Днепра. Который, скорее всего, является главной целью первого этапа наступления. И особняком здесь стоит Киев. В течение всего дня шло сосредоточение российской группировки. И я так понимаю, что в ближайшее время можно ожидать штурма города. Потому что, взяв город Киев, российская армия уже может приводить к власти другое правительство, которое дальше будет перебирать рычаги управления страной в свои руки. Вот такие вот итоги третьего дня боев на Украине. Ну и здесь же я поделился примерно, что я ожидаю завтра. Все, передаю эстафету Михаилу Нуфриенку, ссылку на его канал тоже даю текстовой строке под видео. Ну а пока я прощаюсь с вами, до завтра. Продолжение следует...